В прямом эфире программа «Краснодар сегодня». Меня зовут Анна Володина. Здравствуйте. Пятница подкралась незаметно. Предлагаю всем вместе подвести итог сегодняшнего дня и узнать главные новости краевой столицы. Новенький, готовенький или полкилометра для красивых прогулок. Сегодня в Краснодаре торжественно открыли бульвар Бородинский. Когда старость в радость. Расскажем, где проводят досуг активные краснодарцы в возрасте. Российские дипломы и пропуск в профессию в Краснодарском государственном институте культуры. Дипломные работы защищают режиссеры и продюсеры из Луганска. Кому в Краснодаре жить хорошо, не пропустите репортаж сконно-спортивного хозяйства в пригороде Краснодара. Скорая не прошла. Снова инцидент со спецтехникой. На улице Селезнево в Краснодаре накануне вечером машина с медиками не смогла подъехать к месту назначения. Препятствием стали бетонные сферы, установленные во дворе. Ситуация привлекла внимание многих краснодарцев. Их возмутило самоуправство жителей многоквартирника. В результате возник конфликт. И в то время как кому-то требовалась помощь врачей, обсуждения и возмущения перетекли в социальные сети. Когда кто-то помрет, мне кажется, кого-то посадят. И все эти нагромождения снесут. И другим неповадно будет. Страшная ситуация, конечно. А ведь чей-то близкий нуждается в помощи. Загородили все и везде. Со всех сторон. И со Ставропольской, и Стаманской, и Селезнево. Жильцы, хотите закрытые дворы? Зачем квартиры в многоэтажках покупаете? Ваша собственность – это ваши квадратные метры. Все, что за пределами ваших квартир и подъездов – общественное место. Не забывайте, что когда-нибудь эта скорая может ехать к вам. Справедливые замечания нисколько не помогают сотрудникам скорой в работе. Им постоянно приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда они спасают жизни, между прочим, наши с вами, без преувеличения своими руками. Об этой проблеме я и хочу поговорить с Ириной Хавраменко, старшим врачом оперативного отдела станции скорой медицинской помощи ВСМП. Ирина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как часто бригадам скорой помощи приходится сталкиваться с недоступностью больного именно из-за самовольных преград? Будь то преграды или беспечные парковки, бордюры. Хочется отметить, что в последнее время очень участились подобные ситуации. И чаще всего это действительно связано именно с недоступностью именно самовольных преград граждан, непониманием автолюбителей, которые устанавливают свои автомобили на проезжих частях на тротуарах. Поэтому бригадам приходится нелегко в этой ситуации. За несколько метров приходится оставлять автомобиль санитарный и пешком добираться порой с медицинским оборудованием до адресата непосредственно больного. Очень много шлагбаумов, очень много блоков металлических, ну и вообще, конечно же, машин. Это еще усугубляется тем, что когда необходима экстренная госпитализация, больного необходимо донести сначала до автомобиля скорой помощи. Это усугубляет и состояние больного, и отодвигает время госпитализации, что для нас играет очень важную роль. То есть доставить больного в стационар – одна из важнейших причин наших. То есть чем быстрее мы доставляем, тем, как говорится, человеческая жизнь идет иногда на секунды. Скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то инструкция, как себя медики в такой вот ситуации, когда все перегорожено к дому, нет возможности подъехать, как должны они себя вести? Сказать, что какая-то конкретная инструкция. Бывает, что жизнь сама диктует эту инструкцию. И порой бригада в сложной ситуации находит выход самостоятельный. Для этого у нас есть, конечно, и врачи-консультанты на скорой помощи. Мы пытаемся, бывает, решать проблему и с ГИБДД сотрудниками. Бывают и люди, которые, ну скажем, совестливые очень, которые стараются помочь. Поэтому чаще всего это ложится, конечно, на плечи самих бригад. Поэтому маленькие, худенькие девочки наши пытаются нести на своих плечах кто-то, если люди очень понимающие, они помогают больным донести, транспортировать до машины. То есть вот таким вот образом только. Давайте мы сейчас зрителям скажем, чем оборачиваются последствия вот таких недоездов кареты скорой помощи к людям на вызов. Вот, может, пример буквально какой-то недавно был. Вы знаете, как бы мы отдельно сказать такую статистику стараемся не вести. Поэтому мы все-таки надеемся на лучшее, на изменения, на все-таки изменится, может быть, менталитет нашего населения. Но зачастую могу сказать так, что это и жалобы, что мы долго едем на вызов. Это и смерти могут быть в машине. То есть мы не довозим до стационара. Почему? Потому что все-таки это время, как я уже сказала. Каждое секунду на счету, правильно? Абсолютно. Да, надеюсь, Ирина Александровна, что любители незаконных бетонных ограждений вас услышат, сделают выводы, и мы все меньше будем такие новости выдавать в эфир о том, что скорая не смогла проехать. Спасибо вам большое за беседу, всего вам доброго. И успехов в работе. До свидания. В Северной столице сегодня второй день Международного экономического форума. Накануне там уже прошли первые переговоры и подписания. На полях деловой площадки губернатор Краснодарского края встретился с заместителем председателя Совета учредителей концерна «Класс» Катриной Класс. Петербургский экономический форум стал знаковым для компании. Именно здесь три года назад был заключен первый в стране специнвестконтракт. Благодаря ему класс успешно развивается на Кубани, растут объемы производства. Вениамин Кондратьев отметил, что в прошлом году компания, как российский производитель сельхозтехники, получил более миллиарда рублей субсидий. Губернатор обратился к руководству компании с предложением открыть серийное производство тракторов, в том числе малой и средней мощности. Такая техника сегодня востребована на российском рынке. Мы уже говорили, еще раз хотел бы сказать о том, что нас сегодня интересуют тракторы малой и средней мощности, которые очень нужны сегодня агропромышленному комплексу нашего региона, нашим сельхозтоваропроизводителям. Около 70% тракторов ежегодно в наш край приводится из других стран, различных стран. Но мы бы хотели иметь очень надежного партнера по производству тракторов малой и средней мощности в нашем регионе. Естественно, как и по принципу сегодня комбайнов, соответствующим обслуживанием техническим и гарантией того, что производитель этих тракторов здесь, в нашем регионе, что позволяет нашим сельхозтоваропроизводителям делать выбор в сторону компании Кла, что касается комбайнов. Да, у нас есть планы по расширению производства, по привлечению в дальнейшем инвестиции, и мы заинтересованы во внедрении новых продуктов. Компания Клаас, которая успешно себя зарекомендовала на российском рынке, могла бы занять эту нишу и поставлять тракторы в другие регионы страны, уверен губернатор края. Сегодня на полях Санкт-Петербургского форума губернатор Кубани Вениамин Кондратьев также встретился с председателем комитета по стратегии компании Еврохим Андреем Мельниченко. Предприятие вносит существенный вклад в экономику Белореченского района, где расположено производство минеральных удобрений и в целом в экономику края. В прошлом году было перечислено почти миллиард рублей налогов. Как отметил губернатор, предприятие помогает развивать ведущие отрасли региона, промышленности и сельское хозяйство. В планах удвоить мощности Белореченского завода по производству минеральных удобрений. Объем инвестиций около 15 миллиардов рублей. Для нас очень важно, как для промышленного региона, который сегодня обладает высокотехнологичными производствами в сельском хозяйстве, удобрения, которые вы производите. И вот насколько возможно, максимально в первую очередь, понятно, потому что вы наш производитель, кубанский, как мы говорим, выдвигает спрос наших сельхозпроизводителей. Вот это стратегически сегодня важно, потому что мы бы не хотели быть, как в поговорке, сапожник без сапог. То есть, поэтому, если можно, в рамках стратегии вашей компании, все-таки, в первую очередь, обеспечить удобрениями потребность внутреннего нашего регионального рынка наших сельхозпроизводителей, а потом уже сбалансировать все, что у вас идет на экспорт, и другие регионы. И огромная просьба к вам, чтобы вот так вот сбалансировать свою логистику. Это у нас, конечно, Краснодарский край, как крупнейший сельскохозяйственный регион России. Это важнейший рынок сбыта, куда мы сбываем продукцию, производимую в наших предприятиях, в разных частях страны. Ну и планируем мы дальше увеличивать свою долю на данном рынке. Вот у нас крайне интересен, крайне привлекательен. Еврохим – крупнейший в России производитель минеральных удобрений и один из мировых лидеров отрасли. Компания также реализует в крае социальные и благотворительные проекты. За четыре года на эти цели было направлено порядка 350 миллионов рублей. Получение земельных участков, подстроительство домов, возведение социальных объектов, отдых детей в летнее время. Эти вопросы сегодня волнуют каждую краснодарскую семью, где воспитывают трех и более детей. И глава города Евгений Первышев провел встречу с многодетными родителями и обсудил наиболее важные темы. Подробности в нашем сюжете. За прошедшие восемь лет многодетные семьи краевой столицы получили около двух с половиной тысяч земельных участков. Их площадь – от 600 до 1000 квадратных метров. Такие встречи – постоянное общение, чтобы детально оценить результат сделанного. Речь идет о необходимости провести свет, воду и газ, построить дороги к жилым массивам, где большие семьи будут строить свое жилье. Я считаю, наши встречи должны носить регулярный характер, для того, чтобы мы обсуждали, помимо тех вопросов земельно-правовых, еще и вопросы, которые достаточно существенно влияют на вашу жизнедеятельность. Как рассказал директор департамента строительства, по пяти земельным массивам в хуторах Копанском, Октябрьском и Новом, в станице Старокорсунской и поселке Лазурном уже готовы проекты. Они получили положительное заключение экспертизы. Еще один земельный массив, в котором предстоит создать инженерную инфраструктуру – поселок Пригородный. Вся необходимая документация уже разработана. Осталось дождаться заключения экспертизы и приступать к строительству всех коммуникаций. Хорошие новости по поводу сетей водоснабжения в поселке Октябрьском, Хуторе-Новом и Хуторе-Копанском. Сейчас оформляют земельно-правовую документацию для строительства водопровода. Мы с того года уже работаем, люди это знают, по водозабору в поселке Лазурном. В этом году мы планируем его в полном объеме достроить и, соответственно, подать людям воду. В станице Старокорсунской сейчас идут процедуры конкурсные по водоснабжению, это строительство сетей водоснабжения и водозабора. Еще один жизненно важный вопрос – это подключение электроэнергии, решен положительно. В Хуторах-Новом и Копанском уже идет подключение, а в поселке Октябрьском электрическую сеть построят в 2021 году. В настоящее время на учете для предоставления земельных участков под строительство жилья стоят более 4 тысяч краснодарских семей, которые имеют трех и более детей. Конечно, о проблемах многодетных семей городские власти знают и всегда оказывают посильную помощь. Касается она и детского отдыха. Согласитесь, ну какие каникулы без аттракционов. Детям радость, а родителям потраченные средства. А если в семье не один ребенок, то расходы автоматически как минимум утраиваются. Эту проблему помогли решить в городской администрации. По поручению главы города Евгения Первышева, в этом году все многодетные мамы и папы Краснодара могут получить для своих чат льготные карты для катания на аттракционах. Подобная акция проходит в Краснодаре уже третий год подряд. В прошлом году на карту начисляли 4 тысячи бонусов. В этом году сумма увеличилась до 5 тысяч, что эквивалентно 5 тысячам рублей. Глава города Евгений Алексеевич Первышев является не только мудрым руководителем, но он еще и многодетный папа. Поэтому он особенно понимает специфику большой семьи и детей, и летнего отдыха. Поэтому данная мера поддержки – это карта. Только счастливые обладатели города Краснодара, многодетные родители могут воспользоваться такой мерой. Другие города-краины не могут похвастаться тем, чтобы семьи многодетные посещали бесплатно аттракционы. У нас действует социальная среда, там 50% скидка. То есть те, кто хочет увеличить количество прокатов, могут приходить в среду. Тогда получается, что за эти же деньги можно прокатиться на 2 раза больше аттракциона. Для того, чтобы получить льготную карту, необходимо взять с собой паспорт, справку из соцзащиты о статусе многодетной семьи, а также копии этих документов и приобрести ее в кассе детской зоны городского сада. Ее стоимость составляет 100 рублей. У меня ребенку вот 4 года с половиной первый раз решили получить паспорт. В прошлом году не получили ребеночек маленький совсем. Очень повезло. Цены на аттракционы достаточно велики, поэтому троих детей прокатать это много, а здесь такой бонус, это очень приятно, поэтому всегда спасибо. У меня муж один работает, поэтому невыгодно так возить. Так вот ездили, возим. Все равно. Часто будете ходить? Часто, пока все не выкатаем. Ходим мы часто. Это очень приятно, что вы сделали такую акцию, потому что восьмерых детей катать дорого, если только по одному разу. Почаще в цирк давайте нам еще билеты. И будем очень рады. Всем многодетные, правда же, девочки. Воспользоваться ею можно будет до конца года, с 10 до 19 часов, в четырех городских парках, в Солнечном острове, городском саду, Чистяковской роще, имени 30-летия Победы. Дмитрий Пономарев, Юлия Жизневская, Николай Новиков, Андрей Барбашов, Анастасия Федяй. Телекомпания «Краснодар». Ни один дворец, храм или мост не обходится без их вмешательства. Они дизайнеры и строители в одном формате. Они архитекторы. И сегодня вся Кубань отмечает их профессиональный праздник. Ровно 75 лет назад на Кубани была создана архитектурная служба. Одной из главных ее задач было восстановление разрушенных городов после Второй мировой войны. И с каждым годом технологии строительства постоянно усложняются, а вместе с ними и профессия архитектора. Мы все видим, и я вырос в городе Краснодаре, и как город Краснодар меняется, как меняется в принципе краснодарских краев. Имеем достаточно современный и комфортный вид наших современных населенных пунктов, городов, станиц, курортных городов, и считаю, что ректор выбран правильный. Не с нуля начиналась архитектурная служба. Большая была история. Кубань имела особую, всегда играла особую роль в истории страны. Это был форпост на юге России, и таким он и остается. У каждого здания есть по крайней мере две жизни. Одна из них в воображении создателя, а другая в его воплощении. Это и делает архитектуру искусством, в котором каждый архитектор общается со зрителями через свои творения, передает свое настроение, мысли и идеи. Красота, да и только большой подарок жителям Красунского округа преподнесла администрация города вместе с компаниями «Югстрой Империал» и «Спецстрой Кубань». Теперь им есть чем похвастать перед гостями, да и есть где прогуливаться самим. Обо всем с подробностями Анна Григорьева. Церемонией открытия стала посадка деревьев. На одной из аллей Евгений Первышов, Николай Амосов, Карен Казарян высадили саженцы ликвидамбров. А зеленители выбрали эти деревья из-за эффектной внешности с пирамидально-симметричной формой кроны, с блестящими листьями, которые осенью окрашиваются в яркие цвета. Любая инициатива, направленная на благоустройство, на создание комфортной городской среды, она мной приветствуется, и я уверен и приветствуется всеми жителями города. И по факту, за короткий промежуток времени, буквально два месяца назад работы начались, два месяца прошло, мы видим, насколько здорово получилось благоустроить улицу Бородинскую в достаточно большой отрезок, который на сегодняшний день абсолютно имеет уникальные насаждения, как зеленые, архитектурные, малые архитектурные формы, лавочки. Я думаю, что через несколько лет, когда уже деревья наберут сок, станут еще больше, здесь будет действительно комфортная среда. Триста лиственных и хвойных деревьев посажены здесь свыше полутора тысяч кустарников, две тысячи многолетних и декоративных злаковых культур. Причем все подобраны так, чтобы цвели почти круглый год. Такую красоту жители оценили сразу. Бульвар очень прекрасный, очень нравится здесь находиться, проводить время, особенно вечером, здесь все светится, буквально сделали красоту. Учитывая то, что здесь раньше ничего не было, сделали такую прогулочную зону, велосипедную дорожку. Это очень спасибо руководству, кто этим занялся. И я считаю, что люди молодцы, сделали свою работу. Магнолии, вишни, груши, а также кусты роз, цветущих с мая по декабрь, будут радовать гуляющих по бульвару. Возле растений установили таблички с их названиями и информацией о каждом. Бегемоты, носороги, жирафы, слоны, медведи и олени. Всего 13 ландшафтных скульптур из искусственного газона стали украшением бульвара. Четыре десятка точечных светильников подсвечивают их в темное время суток. Дизайн скамеек и урн выполнен в едином стиле. Поливаться газоны, деревья и кустарники будут автоматически. Для безопасности жителей, отдыхающих на бульваре или просто проходящих по нему, он оборудован системой видеонаблюдения. По бульвару уже прогуливаются с колясками жители окрестных домов, которые только рады новому зеленому убранству. Жанна приехала в гости к друзьям из Новопокровской и такая красота ее очень впечатлила. Открытие бульвара нам очень нравится, очень интересно, красиво. Нравится здесь гулять. Мы сами приезжаем сюда до внуков нянчить. Очень хорошо, очень красиво. Чуть-чуть подрастет, конечно, будет в денечек. Сейчас тени не хватает немножко, а так очень интересно. У администрации города есть планы по расширению этой зеленой территории. Евгений Первышев выразил уверенность, что таких подарков, как и этот бульвар, с каждым годом в Краснодаре будет все больше и больше. Анна Григорьева, Виталий Молчанов, телекомпания «Краснодар». Быть нужным людям – непростая работа. 8 июня отмечают свой профессиональный праздник работники сферы социальной защиты населения. По этому случаю в администрации города провели торжественный прием. В зале собрались те, чей труд требует немало физических и эмоциональных сил. Работать в этой сфере непросто, ведь далеко не каждый человек способен разделить чужую боль, сопереживать, поддерживать, предоставляя при этом полный набор социальных услуг. Поэтому большинство из социальных работников выбрали профессию, как говорится, по зову души и сердца. «Сколько вам приходится работать. Порой и выходных, по сути дела, у вас нет, потому что всякое возникает в жизни. И с вас спрос за все. И вы должны быть готовы в любую минуту выехать на место и принять меры, что вы и делаете. Ну что остается сказать вам, дорогие друзья, низкий вам поклон за ваш очень непростой труд, за ваше усердие, за ваше внимание к другим. Это, наверное, даже не профессия, это смысл существования. Потому что в социальной защите, в социальном блоге невозможно работать человеку, не имеющего понимания, что вне этой сферы он не может существовать. Самые близкие и всегда рядом – это именно близкие. Чтобы они всегда были вам поддержкой и опорой. И чтобы в вашей жизни всегда были любовь и мечта. Потому что пока мы мечтаем о чем-то, о хорошем, замечательном, мы понимаем, что у нас есть будущее. Лучшим социальным работникам вручили грамоты, благодарственные письма и подарки. О каждом из них было сказано много добрых слов. Всего в Краснодаре проживает около 300 тысяч пожилых граждан, около 80 тысяч инвалидов и более 3000 тружеников тыла и ветераны боевых действий. И к каждому из них оказывается огромная социальная поддержка людьми с большим сердцем. Пожилым везде у нас почет. В Краснодаре открылся досуговый центр для людей возрасти. Презентация нового офиса благотворительного фонда поколения состояла 6 июня. Находится она на улице имени Буденова, 140. Центр для пожилых людей работал с мая прошлого года на улице Суворова, но помещение оказалось слишком маленьким для такого количества желающих разнообразить свой досуг. Площадь нового центра – 125 квадратных метров, а постоянных посетителей больше 400 человек. Здесь работают 11 секций. Пенсионеры изучают английский, проявляют себя в танцах, пении, а самые активные занимаются йогой, пилатесом и осваивают компьютер. Помимо основных кружков у нас есть еще занятие с психологом и душевное чаепитие, что является, наверное, основным лейтмотивом нашего досугового центра – создать атмосферу уюта и теплоты для наших подопечных, где они могли бы прийти и пообщаться, найти себе друзей, единомышленников, реализовать какие-то, возможно, недореализованные мечты юности. Кроме этого, тут оказывают адресную помощь в решении бытовых вопросов пенсионеров. Занятия в центре проводят с понедельника по пятницу с 13.00 до 16.00. На заметку гостям, которые приходят в первый раз, при себе нужно иметь паспорт. Активные бабушки и дедушки – это прекрасно, нам у них можно поучиться. Кстати, об активности. Удастся ли нам с вами погулять в эти выходные в парках или на улицах, или ничего хорошего в плане погоды, синоптики не пророчат. Давайте узнаем об этом у Виктории Захарченко, заодно выясним, нет ли сегодня каких-нибудь несерьезных поводов для радости. Опа, здорово, молодежь! Всем погодных новостей, пацаны и девчонки! Сегодня узнаем, какая погода ждет нас на этих выходных, а пока о датах, которые отмечаются в пятницу 7 июня. 7 июня отмечается день какой-то незнакомой… Ух ты! Какой-то незнакомой кофейни. Также 7 июня отмечается день кувыркальчика. Ну что, поехали? Супергеройское приземление, это очень важно. А еще 7 июня отмечается Международный день безопасности пищевых продуктов. Вы спросите, как эти три праздника взаимосвязаны между собой? Да, очень просто. Можно взять кувырочками, докатиться до незнакомой кофейни и там подраться с Бористой за безопасность пищевых продуктов. Что же по погоде? В субботу небо будет рыдать, скучая о прошедшей рабочей неделе. Нас ждет ливневый дождь с грозой, шквалистый ветер и 28 градусов тепла. В воскресенье полный штиль, ясно, солнечно. Температура поднимется до 32 градусов тепла. Вот такие вот погодные новости на выходные, а я погнал готовиться к субботе. Накуплю много зефира, какао, скачаю дневники Бриджи Джонс, буду смотреть и рыдать. Всем хороших выходных, всех люблю. Спасибо, Вика. Как-то ты в пятницу плохо выглядишь, очень нашего Ярослава смахиваешь. В любом случае, судя по твоему прогнозу, тепло не за горами. А еще с сегодняшнего дня вместо 31-го троллейбуса по городским улицам краевого центра стал ходить автобус под номером 15. Сначала такая смена вызвала бурное обсуждение среди горожан. Некоторые не хотели прощаться с привычным транспортом, но уже сегодня многие из них поменяли свое мнение. Удобнее ли стало краснодатцем, выясняла моя коллега Юлия Жизневская. Она проехала по новому маршруту и готова поделиться впечатлениями. Остановка Донбайская. Сегодня здесь мы уже не увидим 31-го троллейбуса. Тем, кто пользуется общественным транспортом и желает добраться из Восточно-Кругляковского района в центр или на железнодорожный вокзал Краснодар-1, предложили пересесть на более комфортные автобусы под номером 15. Следовать они будут по привычному всем маршруту. Интервал отправления 15 минут, в час пик он будет сокращен. Посмотрите, вот так выглядят эти автобусы. Они большие, с низким полом. Давайте пройдем в салон и посмотрим, насколько комфортны они внутри. Автобус достаточно просторный, он оборудован удобными мягкими сидениями. В салоне установлены камеры видеонаблюдения и кондиционеры. Очень замечательно. Ну, села и обрадовалась. Правда. Что понравилось? Автобус новый, людей немного. Ну, как бы, не жалко пока. Если бы здесь транспорт такой был, красный, да, уже поздно. Да. Побольше. Комфортно, классно. Плюс кондиционер. Время, вот маршрут мы проехали сейчас 5 остановок. Время такое же, как в троллейбусе. Пока. Если он будет сейчас объезжать, если будет сейчас объезжать пробки по центру, тогда мы почувствуем, что это плюс. Автобус комфортный. Ну, непривычно, что ли. Не троллейбус. Была поначалу пройдет, смена маршрута. А теперь ваше мнение поменялось? Пока, да. Я рада, что поменяли на автобусе. Стоездка занимала, ну, надеяться на меньше времени. Это уже плюс. Комфортно, да, не жарко. Побольше мы таких автобусов комфортны. У нас в принципе система. Автобус очень комфортный. Мне очень в нем нравится работать. Очень много пассажиров. И вообще, я, как у всех пассажиров, всегда желаю добра, и счастья, и удачи во всем. Ну, и, наверное, комфортно, счастливой дороге. Да. И всем желаю, всем. Уважаем пассажиры, я вам желаю счастливой дороги. Я проехала от первой до конечной остановки. Время моего пути составило чуть больше часа. Скажу честно, лично для меня поездка оказалась достаточно комфортной. Комфорт и Краснодар – вещи неделимые, мне кажется. Спасибо, Юля. И здравствуй, Настя. Действующие лица скоро продолжат наш эфир. Анастасия Федяй расскажет, в каком направлении мы движемся. Анна, здравствуй. Как гласит древняя поговорка, все дороги ведут в Краснодар. Вот об этом мы и будем сегодня говорить. Любопытно. Ждем с нетерпением. И далее, коротко о том, что вы узнаете из программы «Краснодар сегодня» после интервью. Кому в Краснодаре жить хорошо? Не пропустите репортаж с конно-спортивного хозяйства в пригороде Краснодара. Призовой фонд – миллион рублей. В Краснодаре завершился губернаторский конкурс премии IQ года. У страха глаза велики. Или, как неизвестный крокодил напугал жителей Краснодара и других городов России. Это «Краснодар сегодня». Оставайтесь с нами. А сейчас слово моей коллеге Анастасии Федяй. Спасибо, Анна. Владимир Олегович, здравствуйте. Добрый вечер. Мы с вами поговорим о реализации национального проекта ПКАД. Вот интересно, какой бюджет был выделен на этот проект и какие сроки реализации? Бюджет такой же, как и прошлые два года. То есть это порядка двух миллиардов рублей. Из них миллиард – это федеральное финансирование. В районе 900 миллионов – это финансирование администрации края. И порядка 100 миллионов – это бюджет муниципального образования города Краснодар. То есть практически так же, как и в 2017-2018 годах. А сроки реализации? Сроки реализации такие же. То есть мы, как и по опыту прошлого года, вышли на работу уже в апреле. Вот. Я думаю, что это серьезное достижение на самом деле. А конец у нас по завершении, это где-то в районе 1 ноября. Но мы говорим о том, что по контрактам. Мы говорим о том, что где-то к 1 сентября основные дорожные работы на проезжей части мы закончим по всем объектам ПКАД этого года. Ну, это достаточно такой короткий, можно сказать, отрезок. Для сегодняшнего дня, например, по состоянию на сегодня, на 7 июня, мы ведем уже работы на 30 объектах. И 4 объекта мы уже завершили. Ух ты! Это здорово! А как формировался вообще список предстоящих работ? Ну, список адресов, он был изначально сформирован еще в 2016 году, до конца реализации программы. Тогда она называлась «Безопасные качественные дороги» БКД до 2024 года. Конечно, каждый год эти списки корректируются, но совсем на немного. То есть изначально и формирование шло исходя из того, что необходимо ремонтировать в первую очередь центральные, магистральные улицы города, улицы, на которых организованы движения общественного транспорта, улицы, проходящие вдоль объектов массового притяжения граждан, ну, в том числе больницы, другие учреждения. Ну, и улицы, естественно, на периферии. То есть каждый год, вот третий год подряд определенная часть улиц, 5-6 улиц, это у нас периферия, это у нас дороги в хуторах, в станицах, ну, которые входят, соответственно, в границы муниципального образования города Краснодара. А было ли такое, что, допустим, вы запланировали вот определенные участки отремонтировать, а в ходе работ уже позже выяснилось, что необходимый срочный ремонт вот какой-то еще дополнительной дороги. Ее можно включить в этот проект или он уже сформирован и мы не можем от него отступать? Ну, во-первых, конечно, достаточно сложно носить какие-то корректировки, хотя мы публично обсуждаем и итоги выполненных работ и обсуждаем. И в этом году, кстати, ориентировочно сентябрь-октябрь мы будем обсуждать наши планы сразу на два будущих года, на 2020 и 2021. Корректировки вносить можно, но у нас же на программе ПКАД, значит, не все заканчивается. У нас есть другие программы краевые, в рамках которых нам выделяются субсидии на ремонт дорог. Например, та же Тургенева, та же Кожевина ремонтируется вот именно по другой краевой программе. У нас есть наши муниципальные контракты, в рамках которых мы содержим нашу уличную дорожную сеть, проводим ямочный ремонт, гравийный ремонт, ремонт асфальтобетонных покрытий, замены основания. То есть, если появляется необходимость ремонта какой-либо этой еще улицы, мы смотрим различные варианты реализации данного мероприятия. Понятно. А сколько всего будет отремонтированных дорог и где и когда будут проходить ремонтные работы? Я уже сказал, ремонтные работы уже ведутся, активная их фаза уже наступила, собственно говоря, хотя у нас только начало лета. Соответственно, у нас в этот год программа БКД содержит 50 объектов, 49 это участки уличной дорожной сети муниципального образования город Краснодар. Один объект, это у нас переходящий, это ремонт Сулуровского путепровода. Но мы тоже уже начали на нем работы. Сейчас работы ведутся в подмостовом пространстве, расчистка от гаражей, ограждений, других конструкций. А на дорожную часть Сулуровского путепровода мы планируем выйти с 15 июня. А какие изменения ждут наших автомобилистов и пешеходов в связи с ремонтом? Может быть, будут изменены направления движения или вот что-то еще? Ну, существенных, мы уже тоже об этом говорили, существенных изменений никаких не будет. Действительно, определенные сложности будут возникать с движением по тротуарам, потому что много тротуаров мы ремонтируем, и асфальтовое покрытие ремонтируем, где-то мы асфальтовое покрытие изношенное меняем на плиточное покрытие, соответственно. По проезжей части, ну, днем стараемся не работать. Бывают, конечно, вынужденные случаи, когда выходим там на одну полосу проезжей части, а так в основной своей массе на проезжей части работы у нас ведутся в ночное время, связанные с фрезерованием, с укладкой нижних слоев, верхних слоев, с ремонтом и поднятием колодцев, а в дневное время это тротуары, благоустройство. А фонари тоже входят в программу? Нет, освещение не входит в программу, но хотел бы подчеркнуть, в этом году мы еще более комплексно, в соответствии с поручением главы муниципального образования города Краснодара Первышова Евгения Алексеевича, еще более комплексно подходим к ремонту улиц. Что это значит? То есть мы прошли все наши 49 участков, пригласили на наши обходы представителей администрации интергородских округов, департамента городского хозяйства, департамента архитектуры, управления торговлей бытового обслуживания населения, управления муниципального контроля. Все те структуры, которые так или иначе влияют и отвечают в целом за облик улицы от забора до забора. По каждой улице составлены акты обследования, даны соответствующие поручения о проведении необходимых работ. То есть это где необходима и покраска опор, и обрезка зеленых насаждений, и вывоз какого-то скопившегося мусора, и снос различного рода ограничительных конструкций, и выдача собственникам, хозяйствующим субъектам технических условий на приведение в надлежащее нормативное состояние фасадов, покраска заборов, демонтаж каких-то столбов и так далее. Но вот это ярко можно видеть на сегодняшний день, например, и той же улицы Кожевины, той же улицы Тургенева, от Гагарина до Аторбекова, где мы ремонт завершаем. Он комплексный. Да, этих видов работ у нас нет, но поскольку это не дорожные работы, не входит классификатор. Но нам на помощь приходят коллеги вот из тех структур, о которых я сказал выше, и мы вместе в целом наводим порядок на всей улице от забора до забора. Прекрасно. А замена светофоров предполагается ли, или уже установлены новые светофоры? Да, в этом году тоже первый раз мы именно, но это у нас в сметной части предусмотрено, при ремонте дорог по программе ПКАД мы порядка 56 светофорных объектов, ну скажем так, реконструируем. От ремонта до реконструкции, то есть устраиваем новое заземление, меняем кабельное хозяйство, и, что немаловажно, меняем где-то необходимо управляющие дорожные контроллеры. То есть это тот компьютер, который управляет светофорным объектом, ставим новые современные, они нам позволят и уже позволяют улучшить систему, автоматизированную систему управления дорожным движением в городе. То есть гораздо больше функционал появляется у таких светофорных объектов, ну и, собственно говоря, его работоспособность повышается. Интересно. А если вот в целом посмотреть на реализацию этого проекта, какие плюсы нам это даст? Ну, вы знаете, о плюсах ПКАД вообще можно говорить очень долго, учитывая то, что благодаря этой программе мы в год там 60-70 километров дорог ремонтируем, что, безусловно, при отсутствии такой программы мы бы не смогли реализовать за наши средства местного бюджета. Это самый главный плюс. Ну и дальше, это, естественно, мы получаем наши новые качественные дороги с гарантийным сроком, только с гарантийным сроком эксплуатации верхних слоев, там, 5 лет. Это новая разметка пластиковая, это новые бордюры, где необходимы это новые тротуары, новые, современные, более легкие и качественные пешеходные ограждения оцинкованные. Ремонтируем светофоры, ставим новые дорожные знаки на новых стойках. То есть в целом полностью меняется вот состав автомобильной дороги. Естественно, поднимаем колодцы всех инженерных коммуникаций, находящихся в теле дороги. Вот такие мероприятия. Я же говорю, без такой программы достаточно сложно себе представить, чтобы самостоятельно это реализовали. Это очень глобально. Вот то, что вы сейчас перечислили, это, конечно, поэтому, наверное, как сказать, такой общий у вас союз происходит и с другими компаниями, которые вам помогают, чтобы это все скорее воплотилось. Ну, потому что другие структуры, все же мы жители Краснодара, мы все прекрасно понимаем, что только общими усилиями мы можем достичь комфортного, благоустроенного вида в целом всей улицы. Да. А если мы затронем тему общественного транспорта, будут ли какие-то изменения в этой сфере? Ну, в целом никаких изменений, вот именно там как-то связанных с КАД не предполагается. Единственное, что вот мы анонсировали, и с сегодняшнего дня у нас изменилось ряд маршрутов, скажем так, движущихся по улице Красной, мы об этом говорили. На двух маршрутах мы подвижной состав троллейбусного управления, троллейбусы заменили на автобусы, вот, и два маршрута у нас изменили направление движения, там 13 и 21, не особенно существенно, но мы об этом говорили. Но опять же, в принципе, с реализацией ремонтных работ это никак не связано. Когда вы понимаете уже, что вот будет изменен маршрут, то предупреждаете вы об этом заранее, да, вот жители, город? Ну, безусловно, мы предупреждаем, мы рассказываем об этом, мы рассказываем в связи с чем это связано, каких целей мы хотим достичь. Все наши мероприятия вырабатываются на основе анализа пассажиропотока, который мы проводим регулярно, и в этом году проводили в марте-апреле, следующий будем проводить осенью, то есть два раза в год мы проводим, и в том числе и анкетным методом спрашиваем жителей, записываем точки их передвижения, основные точки, там, единоразовые, или это связано с перемещениями по работе, вырабатываем комплекс мер, собственно говоря, естественно, в первую очередь это связано с повышением эффективности работы нашего основного перевозчика, нашего муниципального унитарного предприятия, КТТУ. Рассказываем и внедряем. Слушайте, как интересно, и мне нравится, что вы прислушиваетесь к мнению жителей, получается, это не только какой-то набор людей, собрались, да, и решили, а вы еще, получается, прислушиваетесь к жителям города. Ну, безусловно, но еще раз подчеркну, ну, у нас же все, мы же все живем в городе Краснодаре, то есть и придумывать, реализовать какие-то мероприятия, которые будут неэффективны, которые будут способствовать ухудшению работы нашего предприятия основного, ну, это абсолютно неприемлемо. И просто хотел бы еще раз напомнить, что за полтора года вот мы из практически банкротного состояния КТТУ, а у него сумма задолженности кредиторской была порядка 900 миллионов, вышли в текущую кредиторскую задолженность предприятия. В первую очередь, благодаря тем эффективным решениям, связанным с повышением эффективности работы всего подвижного состава КТТУ, корректировки, модернизации их маршрутов движения. Владимир Олегович, мы с вами ненадолго прервемся и очень скоро продолжим наш разговор. Вы смотрите «Главные городские новости». Вторую часть разговора с Владимиром Архиповым покажем чуть позже, а сейчас продолжаем выпуск. Это «Краснодар сегодня». Авария на восточном обходе парализовала движение на восточном выезде из краевой столицы. Сегодня утром там столкнулись две фуры. В городском ГИБДД нам рассказали, что двигались большие грузы от поселка Знаменского в сторону шлюзов на нерегулируемом перекрестке. Один из водителей резко затормозил, чтобы пропустить пешеходов, которые переходили дорогу по зебре. Чтобы избежать удара, водитель второй фуры резко вывернул руль влево. Машина влетела в дорожное ограждение. Образовалась протяженная пробка. Уже через 15 минут автоинспекторы восстановили движение на проезжей части. В аварии пострадавших нет. Однако одна из фур с разорванными колесами до сих пор находится на трассе. Ее планируют убрать в ближайшее время. В Краснодаре местами прошел проливной дождь. В тандеме с вечером пятницы он приносит свои плоды в виде пробок. Ситуация на дорогах. Краевой столице сейчас оценивается в 8 баллов. Заторы образованы практически на всех магистралях города. Наиболее загружены улица Красная от Длинной до Офицерской. Улица Северная от Хаккуратии до Березанской в обе стороны. Улица Дзержинского колхозная и школьная также стоят. Поэтому заранее планируйте свой маршрут. Инновации вокруг нас. В Краснодаре завершился губернаторский конкурс молодежных инвестиционных проектов премия IQ года. Молодые, талантливые ребята со всей Кубани представили свои проекты в сфере транспорта и строительства, охраны окружающей среды и агропромышленного комплекса, компьютерных технологий и медицины. Всего 198 участников. В каждой номинации жюри определит по три победителя. Призовой фонд конкурса IQ года у нас 1 миллион рублей. Первое место у нас получает 100 тысяч рублей, второе место 60 тысяч рублей и третье место это 40 тысяч рублей. Цель данного мероприятия это, конечно, поддержка нашей инновационной молодежи, талантливой молодежи Кубани. Егор Тарасенко борется за призовое место в номинации по медицине. Парню 17 лет, недавно он сдал ЕГЭ, а теперь представляет свой проект. Егор разработал протез руки, а начал работать в этом направлении изобретатель, когда его друг потерял палец. Егор с помощью 3D принтера и лески сконструировал ему новый. Сейчас не могут люди получить достаточно качественных протезов и хотелось, конечно, им помогать. Это тяговый протез пальца, он сделан конкретно под человека, а это тестовый образец протеза руки. И сейчас мы разрабатываем саму систему и позже уже будем работать с инвалидами и конкретно подгонять под них протезы. Проект должен быть инновационным, эффективным, экономически целесообразным и способным привлечь инвестиции и, конечно, привести к ожидаемому результату. Кто справился с такими непростыми задачами, станет известно уже 12 июня, когда и подведут окончательные итоги конкурса. Искусство меняется, приоритеты остаются неизменными. Касается это в том числе и режиссерского искусства. В Краснодарском государственном институте культуры пятикурсники из Луганска защищают свои дипломные работы. Выпускать молодых профессионалов из ЛНР в мир большого кино для нашего вуза уже традиция. Так, ребята получают дипломы российского образца и, что не менее важно, ценные советы и наставничество именитых мастеров. Дипломная работа – только первый шаг на пути в кинематограф. И не всем он дается легко. Судят здесь очень строго. У меня хорошее впечатление. То, что достаточно жестко мы говорим иногда, то это при этом предельно доброжелательно. Больше им сейчас никто этого не скажет. А жизнь, она проэкзаменует ребят гораздо жестче, чем вот сейчас наша экзаменационная комиссия. Да, изменились методы и подходы в работе, визуальные эффекты, способы подачи материала. Но суть и главная изюминка работы режиссера остались такими же, как и сто лет назад, хоть и носят они теперь модные названия. Если раньше говорили, что в картине важен посыл, то теперь месседж. Но смысл, кажется, не изменился. Без очень важного элемента, как требовательность к себе, требовательность к своей работе, ну нельзя сделать ни шагу. И вот когда появляются работы, и такие есть, там две, три работы есть такие, которые, где авторы погрузились в материал, погрузились в те реалии, за которые они взялись, да еще снято это на натуре, с использованием каких-то деталей, наблюдений, даже намечены какие-то характеры, найдена структура выражения вот этого смысла, то он думает, что здорово. И это даже человек, который там понимает кино, не понимает, он все равно оказывается под воздействием вот этого очарования уже в данном случае найденной формы. Да, художественной формы, так это называется. И это не высокие слова, а это именно цель, профессиональная цель, к которой нужно стремиться. Каждая из историй, которые старались рассказать будущие режиссеры о своих фильмах, уникальна. Может быть, не хватает еще ребятам сноровки или художественного видения, может быть, мало опыта и умения увидеть глубину. Но под руководством таких гуру с их поддержкой и помощью подрастающее поколение режиссеров вполне способно стать уникальным. Главное, как говорят мэтры, не переставать работать над собой. И все получится. Всех мастей пород наша съемочная группа побывала в конно-спортивном комплексе «Гасконь» в поселке Южном и узнала, как к важным соревнованиям готовят будущих чистокровных чемпионов. Поселок Южный. Конно-спортивный комплекс «Гасконь». Здесь на открытых манежах тренируются молодые наездники. Они ученики школы Олимпийского резерва по конному спорту Краснодарского края. Готовятся к краевым чемпионатам по выездке и конкуру. Сама школа существует уже восемь лет. Занятия тут проводятся для юношей и девочек от десяти лет абсолютно бесплатно. На соревнования детей также отправляют за счет краевого бюджета и спонсорских средств. К ученикам не предъявляют особых требований. Основное – отсутствие серьезных заболеваний и тяга к животным. Участвовать в соревнованиях лошадям можно примерно с четырех лет. Их тренируют с постепенным добавлением нагрузки. Тогда животные привыкают и спокойно принимают своих наездников. При работе с ними важны уверенность и спокойствие. Особенно с жеребцами. Им нужно дать понять, кто тут главный. Это необычное животное. Это животное, у которого есть душа. Есть лошади душевные, есть лошади нервные. Есть такие, которые вообще не доверяются. И каждой лошади нужен свой подход. Это как ребенок, как человек. За здоровьем лошадей тут пристально следят специалисты. Даже грунт на манеже особый. Для лучшей амортизации его ежедневно поливают водой. А заметив недомогание, животному дают отдохнуть и уменьшают нагрузку. В качестве основного рациона питания у этих красавцев сено. А вот в процессе тренировки для лучшего результата надо угостить подопечного вкусняшкой. Обычно сахаром или сладкой морковкой. Забота об этих животных учит детей ответственности. Благодаря этому они раньше взрослеют, понимают и учатся дружить. Карина и Корнет – ровесники и лучшие друзья. Девушка души не чает в этом создании. Вначале на Корнете ездил мой папа. Он на нем выступал, прыгал. И я всегда смотрела. И хотела, чтобы этот конь когда-нибудь... У меня была такая возможность поработать с этой лошадью. И вот свершилось. Мой тренер сказал, что пришло время, и мне пересидели на эту лошадь. Большое внимание именно здесь уделяется командному духу. Наездник, лошадь и тренер – одно целое. Они должны прислушиваться друг к другу, чтобы достичь высокого результата. Работа наставника – важная часть обучения. Он помогает укрепить связь между спортсменом и животным. Задача тренера – объяснить, как необходимо правильно работать со своей лошадью, чтобы лошадь понимала своего спортсмена, чтобы спортсмен понимал своего тренера. Поэтому, когда эта группа спортсменов от трех и более человек, конечно же, тренер должен понимать, какой подход каждому спортсмену. Они все должны выполнять требования тренера, потому что еще мы должны понимать, это ответственность большая тренера. Техника безопасности распространяется не только на всадников. Своя амуниция есть и у животных спортсменов. На ноги им одевают так называемые нагавки. Они помогают избежать травм и ушибов конечностей. Ко всему новому животное относится с любопытством. Наш микрофон успели обнюхать и даже попыхтеть в него. Не полюбить этих животных невозможно. Они игривые, ласковые и трудолюбивые. А еще очень преданные и помнят своих людей всю жизнь. Кристина Сорокина, Николай Цедрик, телекомпания «Краснодар». Теперь вы знаете, что красивые кони в Краснодаре есть, а вот страшных крокодилов нет, нет и нет. В некоторых краснодарских пабликах накануне появилось видео с опасным животным в реке. Описание к ролику гласило, краснодарец решил порыбачить в Кубани на ерике возле солнечного острова и заметил крокодила. Проверить информацию труда не составило. Оказалось, что к Краснодару оно отношения не имеет. Более того, видео с хищником разлетелось по нескольким регионам России. Тревогу забили рязанские и астраханские СМИ, но позже все-таки написали опровержение. Похожую новость с тем же самым роликом можно встретить и у приморских журналистов. Они даже называют реку, где было замечено присмыкающейся. Один из местных телеканалов показал об этом сюжет. Но жители Приморья все равно сомневаются, что кадры были сделаны в их краях. Так что, дорогие краснодарцы, отдыхайте у реки спокойно. Не у нас большие крокодилы. Такое я и мои коллеги увидели эту пятницу. Напоминаю, впереди вторая часть программы «Действующие лица». Она начнется сразу после рекламы. Приятного просмотра. А еще больше новостей ищите на нашем сайте и в наших аккаунтах в социальных сетях. В Одноклассниках, ВКонтакте, в Телеграме, в Фейсбуке и особенно в Инстаграме. Всем хороших выходных и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!